здравствуйте уважаемые друзья вы смотрите топ 5 политики которых мы заметили как обычно я повторяю это не рейтинг это не расположение политиков по популярности по их авторитету и так далее это просто 5 политиков на которых мы обратили внимание на этой неделе из-за их слов либо поступков итак пятое место фадей ногачевский министр юстиции курил во время заседания высшего совета магистратуры мы всегда подозревали что они что-то курят перед принятием важных решений но наглядно нам это было продемонстрировано только в этот раз и не если пенту а интро дочь и начинка то есть министр юстиции находясь на своем рабочем месте у себя в кабинете не стесняется курить при том что понимает что это видео которое может потом увидеть вся страна и здесь проблема вот в чем когда бабушка выносит мусор во время пандемии когда она должна находиться на самоизоляции и штрафуют на двадцать две с половиной тысячи леев когда молодая пара идет через парк во время запрета прогулок в парке их штрафуют на 45 тысяч леев и вот мужчина в бельцах был оштрафован на 1500 леев за курение на остановке общественного транспорта нарушитель подал апелляцию и потребовал отмены наказания но бельский суд оставил отклонил апелляцию оставил штрафные санкции в силе а вот когда министр развалившись в кресле во время заседания в своем кабинете демонстративно курит то вот выглядит это все очень нехорошо потому что вся страна видит и все прекрасно понимают что ничего ему за это не будет на тот случай если министр вдруг забыл что у нас есть законы или просто не знает этих законов я готов с ним поделиться информацией кодекса правонарушениях статья 91 1 пункт 17 где сказано о том что он совершил противозаконное действие которое наказал штрафом от 30 до 42 условных единиц может быть для господина министра это копейки которые в общем то ничего для него важного не значит но тем не менее в законе в его исполнении важно не строгость наказания а его неотвратимость неважно какого уровня человек на какой ступени находится в обществе каждый должен отвечать перед законом 4 место законы у нас не знают не только министры юстиции но и некоторые депутаты юрист социалист василий боля который является на минуточку председателем комиссии по вопросам права назначения и иммунитету обратился высший совет магистратуры чтоб они лишили мандата трех судей конституционного суда речь идет о домнике маноле любешова и николая рожка те самые неудобные из-за которых у социалистов сейчас много проблем когда болю спросили зачем он это сделал если даже человек далекий от юриспруденции понимает что не может высший совет магистратуры снимать судей конституционного суда это не их прерогатива господин более ответил диатита потому что как в свое время отвечал господин дадон диатита похоже в этот ответ диатита он становится основным ответом на вопросы которые задают властям похоже что других ответов у них сегодня нет третье место майя санду лидер пас в одном из интервью она заявила о том что либерал-демократам лучше держаться подальше от влада филата я надеюсь что лдпм будет держаться подальше от влада филата конечно это их решение но если они хотят реабилитироваться и оставаться про европейской партии им следует держаться на расстоянии если лдпм хотят реабилитироваться реабилитироваться от чего от связи с филатом а госпожа санду реабилитировалась от этой связи она Она тоже была вроде бы в этой же команде, вроде бы принадлежала к той же партии. И постоянно контактировала с Филатом. То есть пока он продвигал ее на политической сцене, значит, не надо было от него дистанцироваться. Пока он брал никому неизвестного человека, Майю Санду, и делал из нее министра, а потом даже предлагал сделать из нее премьер-министра, от него не надо было дистанцироваться. А вот сейчас от него надо дистанцироваться. Окей, так и запишем. Второе место. Президент Игорь Дадон похвалил Александра Лукашенко и сказал, что берет с него пример. Я довольно часто привожу в пример вашу позицию по коронавирусу и по тому, как вы боретесь с этой пандемией. То есть вот оказывается как. Пример о том, как надо бороться с пандемией для нашего президента, это президент Беларуси Александр Лукашенко, который вообще-то считает, что весь этот вирус это ерунда и психоз. Я коронавирус этот называю не иначе, как психозом, и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который будет на руку кому-то, а кому-то и во время. То есть Лукашенко, который не закрыл никаких бизнесов у себя в Беларуси, он пример для нашего Дадона, который выступал за то, чтобы у нас позакрывали хорику и практически убили или ввели в банкротство большую часть малого бизнеса. И вот Дадон решил похвалить Лукашенко за то, что тот действует абсолютно по-другому, чем действует сам Дадон. Но господин Лукашенко объяснил, почему это происходит. Это я вообще с ума сошел. Там уже и политики начинают советы давать, и политики начинают использовать в своих интересах эти все процессы. Ну, в зависимости от того, что в какой конкретной стране происходит. Итак, первое место. Мэр Бельц Рената Усатый под впечатлением от визита Дадона в Бельцкую епархию, где он приехал с громадным кортежем машин, 5, 6, 7 машин охраны. КОНЕЦ Он решил, что пора проводить протесты в Кишиневе. Ренат, когда митинг. Ребят, я думал, что мы можем дружно всей страной. С 17-го. Дадон сказал, что 16-го, 17-го можно всем в церкви. Мне уже писали батюшки в фейсбуке с разных населенных пунктов, которые как бы сказали, что с удовольствием проведу службу перед президентурой. Споем, запоем, отпоем. Значит, раз Дадон сказал, что всей стране можно на службу. Я думаю, если мы, 1050-70 человек, приедем со всей страны и вместе с вами как бы выскажем свою позицию. Значит, в следующие выходные я со всеми гражданами тоже пойду на службу. Служба будет перед президентурой, перед парламентом, перед правительством. Раз можно в церквях, значит, мы найдем священника, который согласится провести службу в Кишиневе. Написал Усатый в социальных сетях. Во-первых, не факт, что проведет. То есть, я скорее верю, что не проведет, чем проведет Усатый эти протесты, потому что сказать это одно, а сделать это совершенно другое. Во-вторых, если они не найдут священника, я хочу посмотреть, как эту службу проведет сам Рената Усатый. Это, я думаю, будет очень интересно. Наверное, это будет выглядеть примерно вот так. И третье. Зачем вообще проводить протест в выходные дни перед государственными зданиями? В это воскресенье, когда Усатый говорит, что он хочет провести протест перед резиденцией президента, Дадон наверняка будет где-нибудь в Садово кушать тушенку в окружении своих верных пропагандистов. И протест будет просто выстрел в холостую. Вот это топ-5 политиков, которых мы заметили на этой неделе, их слова или высказывания. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, переходите на сайт avar.md, оставайтесь с нами. На следующей неделе мы будем снова наблюдать за тем, что они там вытворяют. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok